СЕРОДРОЗНЫХ В УЛИЦЕ УДЫЙ ПЕРАВУЛКОВ ЯКИХ БАГАТА У ОЗЕРАХ ЙОСТЬ И ТАКИ ЙОН МАЯ НАЗВУ ЛУГАВЫ МЕСТИТ САМАЕ, ЧТО НА САМАМУ С КРАЙКУ ВЕСКИ ДАЛЕЙ АТ ШУМУ, БЛЯЖЕЙ ДА ЛЕСУ ШТО ЦЕКАВА, ЛЯДВИНЮ У КОЖНЫМ ДОМЕ ТУТ СВАЕ СТАРАЖИЛЫ КАМУ ЗА ВОСЕМДЕСЯТ МИНУЛА, А ХТО УЖУ И ДЕВЯТЫ ДЕСЯТАК РАЗМЕНЯУ У ГЭТЫМ ЖЕ ДОМЕ СТАРАЖИЛУ ДВОЕ ІРЫНА ИВАНОВНА І АДАМ АНДРЕЙВІЧ НАВАТ БРИЛЬЯНТАВАЕ ВЕСЕЛЯ ДВА ГАДЫ ТАМУ, ЯК АДЗНАЧЫЛЯ ЗБУДУЧИМ МУЖЕМ ИРИНА ИВАНОВНА ПАЗНАЁМИЛАСЯ ЯЩЕ БУДУЧИМ УЧАНІЦЕЙ ДЕСЯТАГА КЛАСА ПРИШЛА ПАДРУЖКА, ПАЙДЁМ НА ТАНЦЕ ПАШЛИ НА ТАНЦЕ, ТАМ ПАІЛЮСЯ ПАРІЮ МАЛАДОЙ ПРИГЛЯДНУЛСЯ, ПРИГЛЯНУЛСЯ ВЕРНЕЕ Я ЕМО СПРАШУВАТЬ, КАК ЭТА СНЮ ПАЗНАКОМЇЦЯ ТА ГОВАТЬ, ТЫ ЗНАЕШЬ, НЕ ЗНАКОМЮСЯ, НА ЕЩЕ КОЗА, ПЕРЕГРАСНОЙ ТАНЦЕ ПРИШЛА НЕЧЕГО С НЕЙ ЗНАКОМЇЦЯ А ГОВАТЬ, ДАВАЙ ПАПРОБУЮМ, НО И ДАВАЙ ОБХАЖИВАТЬ МЕНЯ ЮНА ИРЫНА ТАК УРАЗИЛА БРАВАГА ВАЙСКОУЦЯ АДАМА, ЧТО ВЫРУШУЮЮЮ ПАСЛЯ СЛУЖБЫ НАВАТ ЗАСТАЦЦЯ У ГЭТЫХ МЕСТЦІНАХ, А НЕ ВЕРТАЦЦЯ У РОДНЕЕ ПАЛЕССЯ КРАЧІВАМ НА РАДИЛА ВСЁ, И Я СНЕЙ ПАЗНАКОМЮЮ ВСЕЮ НА ДЕМЕРИЗАЦИЯ, СОБРАЛИ ВСЕХ ОФИЦЕРЕЙ, СОБРАНИЕ, ТАК, ХТО ВЬЕЖАЕТ, ЧТО, Я ГОРУ, Я ЗДЕСЬ, АНДРЕЕВИЧ, ГОВОРИТ, ПОЕХАЛИ ДОМОЙ, Я ГОРУ, Я НЕ МОГУ, МЕНЕ ХАРАКТЕР НЕ ПОЗВОЛЯЕТ, Я С ДЕВЧОНКО, ЗНОКУ, Я НЕ МОГУ ОСТАВИТЬ, КАК БУДТ РОДИТЕЛИ СМОТРЕТЬ НА ИНО, Я ПОЖАЛЕЛ. НЕ УЗАБАВИЯ И ВЕСЕЛЬЯ СПРАВИЛИ, СТІПЛАЯ, БЕЗ ШЛЮБНЫХ УБОРУ, БЕЗ ФОТОЗДЫМКОУ НАВАТ, ЗАТОЯ НА УСЕ ЖЫТЁ. В 53-м ГАДУ, ВЕСНОЮ, КАДА ШКОЛА Я КОНЧИЛА, ПОЖЕНИЛИСЬ В НОЯБРА, 26 НОЯБРА, ДОБГО НЕ ДРУЖИЛИ. И ПОЧАЛОСЯ У ДВУХ МОЛАДЫХ ЛЮДІЙ ЖИТЁ ДОРОСЛАЕ, СУРЬЮЗНЕЕ, З БУДОВНІЦТВАМ СВАЕГО ДОМУ. Он пошел в клуб работать. В клубе работал, и ему Таиса Ивановна Пудина посоветовала купить этот дом. Задрипанный был, соломенные крыши какие-то. Вообще плохой дом был. Мы взялись, папа был начальником, мастером на заводе, цеха, распиловошенного. Мы писали доски, тебе на ремонт отдал нам. И так папа, мы общими силами сделали. Усё робили, як належить. Будовали дом, годовали детей. А детей у вас сколько? Трое. Десять внуков. Семь правнуков. Мои года, моё богатство. Житьё не было ровным. Ни за одних свято ускладалося. Прытым, что и свято ухопало. Але наибольш на работе, бо обои працавали у домах культуры. Даже у песни поётся. В нашей жизни всякое бывает. Налетает ветер и гроза. Ветер затихает, тучи уплывают, яка тянеют небеса. Вот такая наша жизнь. Даречи, песню в этом доме гучали часто. И теперь, бывая, сядусь Ирина Ивановна и Адам Андреевич, да и вспомнят про песню «Свою молодость». Давай, Лёшки, Лёшки, звуки. Давай. Домик окнами в сад, там, где ждёт меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад. У молодости всё было не так. И лягче, и веселее. Но всё хапало силу. И на працу, и на дом. И навод на то, якоб займаться рукоделем. А я такая была до сна, не креп. По два-три часа ночью вязала. Часковый раз ехал по улице, а я работал в клубе. Скажи, Ивановна, я хотела тебе зайти ночью в четыре часа. Я говорю, чего? Ты, может, и самогонку угнала? А я пришла к девочке, я ночью не спала, вязала. Не спится, и всё. И как я вязать, вот этот узор, как я сделала. Помните, богатые тоже плачут. Там Эстер такая героиня была, и Мария, вторая уже его любовница. Эта Эстер такая качалась, всё. Мне так загорелась я. Как бы сделать, как бы сделать? Ну, подходила к телевизору, смотрела, не поняла ничего. А потом господине я выписываю, появился узор. Так я их шесть штук связала. Шесть штук связала. Подарила свахе, подарила невестке там. В общем, поразваривала. Две штуки себе оставила. А вот теперь руки хлеба не отрезать от трос. Вот ещё коровы, четыре коровы было одно время. То я, что навышивала, да и навязала, и сёння радуя в око. У кожным покое, як на выставцы, одные отворы народного мастацтва. Это моя самая первая такая работа была. Я тоже увидела, очень понравилась. И это тоже у соседки сняла узорчик такой. А это мама, ещё старинный узор от мамы. Тяга до рукоделия передалась Ирине Ивановне у спадшину от матья ей и бабули. Да, мама, бабушка. Вся семья такая. Бабушка, в общем, была такая неграмотная женщина. Но очень всё умела познавать. Умела познавать по лекарственной траве. И лечила как-то. И на свадьбе столы готовила. Просто ткала. Я у неё ткала. Пратя у неё научилась. Всё от бабушки пошло, мне кажется. Память про дятинство и сёння, як живая. Я помню её врачаники, какие были вкусные. Вот там 4 часа бабушка подъём. Мы четверо внуков у нас было. Моих, маминых это двое, и все три двое. И бабушка нас, и себя уже, семью свою кромила. И печень большой поставила первое, второе. И блинчик, в общем, печенье. Хлеб пекли. Это всё с бабушкой вместе работали. Особенно бабушке нравилось, что я любила прасть. Она не давала уже. Лён прала тоже, но по куле это давала мне прасть. А потом ткать учила. Вядома сёня, такие веды не заусёды запотрабованные. Однако для Ирины Ивановны и они по-ранейшему каштовные. А в бабушке осталась праздник. Это калавродок и праздница. Имела кроликов пушистых. Прала, дочка не прислала мне шапочку. Прала с кроликой эту пух и вязала тёплые шапочки им. Увесь час мкнулась Ирина Ивановна до творчести. Такий человек. И вязала, и вышивала. Не тому, что треба было. Так потребовала я её душа. Для простыни. Это подзорник назывался. Баба ткала диваны, а потом делала такую простынь с этим подзорником. Красиво дам ухрешали. Подзорник этот оденут. Под низ вот так. Сюда. Вот правда красиво. Ну и потом ливан наверх. Красота в доме. А даму Андреевишу такая прихожусь так само да спадобы. Однако выкликая я науя госу працлеглые думки. Инши расскажет. И не варто было б господы не стольки шасу проводят за рукоделем. Я не то, что не нравил, а я её жалев труд. Те дети трудятся. Деньги у нас хватало, жизнь было за что. Так что я жалел их. И я по настоящее время жалел. Не то, что я там что-то хотел просить, чтобы она не работала. Это очень хорошее, приятное. Ну я жалю этого труда, вы знаете, сколько много. Своей Ирине Ивановне Йонс подшувая. Однако разумея, инакшь яна не можа, без рукоделия дом себе не уявляя. Я считаю теперь молодой, что это шелки, атласы. Такое какое-то не то. Мне это вот лучше нравится в жизни. Я не знаю, как кому, но мне очень нравится. Я в этом отдыхаю. Я набираюсь какой-то силы даже. От этого своего рукоделия. Вдохновение, радость какая-то в доме, правда, свежо. А вот атласы, так себе, не в моем силе. Кожный дом повинен иметь свой стиль, уполненный Ириной Ивановна. Свой дом, свой быт. И она упрыгоживает от поведности с традициями, які установила себе сама. Молодежь теперь больше занимается чем, ну, компьютеры, телевизоры. Мама бывало приходила ко мне, я носки вяжу, телевизор смотрю. Так она с сеткам говорила. Приду к ней, она вяжет и телевизор вяжет. Вот мне ни днаменту не пропадало. Вот что важно было. Если гулять, ты прогуляешь все. Ирина Ивановна человек потрабовальный. Але найперш до себе самой. Я ей мкнение до идеальности, ведомо штыжиться не только творчество и те оформление дому. За короная и семейные относины. Дружно живем, а? Дружно, очень. Я кот-собака, не? Да. А что жизнь такая долгая? Всего? Может быть. Жизнь пришла быстро. Ой-ой. Другая злая на него. За что? Капризный, как маленький ребенок. Того не ем, того не пью, того. А жду все круто. Капризный, водный ужас. А, не машу говорить. Пролетели годы, як одно им гнение. Многое поменяли, нечто забрали, а іншим и надялили. С годами пришла мудрость. И разом з'ёй ясное сенсовання того, як жить правильно. Должен друг друга любить, уважать, работу уважать, не считаться. Или это жена работать, или муж жены, или она. Мы должны в этом не считаться. И любовь должна быть, как говорят, друг друга жалеть. Яны уже 61 год разом. Трымаются и у радости, и у горы, глядя только один на одного. И иншых особов у свои относины не допускают. Когда я в культпроцессе работал, у меня всяких хватало. По сотню штук. У меня был драматик. В театре был хор. Я же им руководил, расставлял, представлял. И они меня слушали. Я выезжал в район, везде я выступал. И понимаете, я в это понятия не имел. Чтобы какую-то жену дома ставить, я этого не занимался. Уроки батьки засвоили и дети. Во усих моцные семьи. Махчима сокреты, семейных, а счастья так само передаются у спадшину. Чтобы честно жить, работать добросовестно, работу выполнять, быть хорошим семьянином. Детям есть чему получиться у батьков. Есть, кем га нарыться. Мати уже 80 минула, батьку 85. А они еще господарку тримают. Да и не какую-нибудь символичную, а самую саправдную – с коровы. Пойдем, подоим корову и курить покормим уже вечером. Сколько времени? О, 4 часа, пора. Пора у нас в это время. Мы как раз обхаживаемся, надо обязательно, пойдем. А где-то там, на улице холодно. Наповно, такие рухомы в образ життя и надое им силу, здоровье и оптимизм. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Все очень неслись хорошо, а когда похолодало, перестали нести. Через неделю не дают яйца. А так неслись очень хорошо. Негетка брала, домой и дочка, и себе хватало. Кури, я не знаю, хозяйству это необходимо, потому что, что такое легкое снедание, говорят, легкий запрет. Коли живешь на весце, усе повинно быть свое. Кошка ловит, а кот гуляет. Кот не ловит, не мешает ничего. Только лежит на пороге, и побольше давай есть. А кошка ловит, носит крыс от соседей, отсюда. Их, главное, приносит под порог, сюда бросает и ждет. Пока кот придет, поедет. Вот так природу показывает, как надо жить. Добрый урок от природы. Клопотиться один про одного. Засвоила не только Ирина Ивановна. Я человек военный, иду, дарить корову. Не боюсь никого. Мы все должны иметь. Коли треба, Адам Андреевич можа подмянить свою госпадыню у любой справе. Сась, 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 сась. Тай, вы хорошо, сась. У госпадыни хворые руки. Подоить корову ей не по силах. Адам Андреевич не соромается займаться гэтым сам. Тем больше, что умеет молодости. У нас, я вам расскажу, было в части коров, солдаты все время доили, и мы смотрели, как им доится. А гражданские мне разрешали. Мужчинские руки не горш, чем же ночи. Пару хвилин, вот и справа завершена. Молоко свежее, хорошее, чистое. Пожалуйста, домой. Яны увесь час стремаются разом. И веселей, и зручней. И работа леп спорится, коли усе робить супольно. Не делячие обовязки ножанучие те мужчинские. Ну и пока еще мы вот 84 и 80 держимся. Дальше еще неизвестно, что Бог даст. Только я скажу, что здесь скучно. А что тут не хватает? Что не хватает? Мало людей. Народу мало. Я больше, может, молодые девушки нужны. Ну, я думаю, я про девушку не вспоминаю. Я шучу. Это шутка. Зато лес. Лес, лес богатство. Я даже говорила, если это учить и есть лес, то можно умирать. Потому что я лес люблю. За грибами ходила, за ягодами. Вдвоем вместе ходили. Особенно, когда пришли сюда жить, то по ведру ягод отбирали. Здесь прямо за пригорком пойдешь и приносим. Детей кормим. Им уже можно было пожить только для себя. А они не могут. Увесь час думают про детей, про внуков, правнуков. Вот какая внучка красивая. Правнушка. Это же правнушка у нас. Семья расте, прибавляется. Альбомы с фотосдымками множатся. Мы очень благодарны своим детям, что они таких красивых внуков нам подарили. Очень благодарны. Особенно Настенька у меня. Потом это Анечка. А Сашенька вот этот маленький. Так вообще заслушается его. Женя на его дело сказал, ты мужик. Анка, баба. Женя сказал, я мужик. Такое смешное. Я от него такую энергию подпитываю себе. Не рассказать. Такой почешный ребенок. Вот он и тут есть. Здесь тоже внучка Ира, внучка Оля. Это Колин. И ты, я. Мы с тобой. Теперь у них достаточно. И на прогляд семейных вздымков. И на то я, кобзна усесть и разом. И поглядеть, як святковали свое золотое веселье. Свет любви не гаснет никогда. И пускай проводят годы. Вы всегда в руке рука. И всегда душой молоды. Уважаемая Ирина Ивановна Адам Андреевич. Мы рады вас приветствовать в нашем доме культуры. На вашем золотом юбиле. Вася, посмотри, какие молодые были 10 лет тому назад. Правда? Не сравните, как теперь. И сколько людей там, смотри, пришли. Как время идет. Время идет быстро. Отсветковавши золотое, дочеракалися и бриллиантового веселья. И снова было много гостей. Семья снова собралась разом. Окрыленная надея справить еще и наступный 65-ти годовый юбилей суместного життя. Железное веселье. Бо молодые учатся на вопыте не чужих, а близких. Только так можно убачить, что у житти все махчимы и досягально. Коли досямейных каждомностей относятся с повагой, яны могут быть ярчей за бриллианты и мацней, чем железа.